Слава Богу, дорогие друзья, мы приветствуем вас в этот прекрасный день. Пусть вас Господь благосовит. Сегодня ночью я слышал такие слова. Тебя здесь не ждут. И вы знаете, мы знаем, что есть две реальности. Есть ад и есть рай. Есть царство Божие, есть царство тьмы, царство дьявола. И вы знаете, что Бог говорит тебе сегодня, что тебе туда не надо, в царство тьмы. Тебя ждут на небесах, тебя ждут в царстве Божьем, тебя ждут в церкви, тебя ждет Господь. Туда тебе Господь закрывает вход. Он закрывает. Не надо. Пусть тебя Господь сегодня наполнит и коснется своей силой и наполнит тебя верой. Потому что без веры ничто нельзя получить от Бога. Аминь. Тема проповеди будет называться «Побеждающая вера». Нам сегодня, как никогда, необходима вера. Как никогда. Иисус сказал, Луки 18,8. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Иисус говорит, что Он будет защищать. Он подаст скоро защиту. Он будет защищать. Но Его интересует вера. Иисуса интересует вера. Недобрые дела. Вера. Что Бог хотел увидеть в Аврааме? Веру. Что Бог хотел увидеть в Марфии и Марии? Веру. Он мог запросто воскресить Лазаря. Но Он ждал, пока в них проснется вера. Итак, Иисус сказал, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Найдет ли веру на земле? И такой вопрос стоит. Это вопрос. Он знает, что Он найдет, когда Он придет. Но Он дает нам возможность подумать, в нашей жизни будет ли то, зачем Он придет. Будет ли Он это искать? Это говорит о том, что вера будет атакована в последнее время. Каждый верующий будет атакован в последнее время настолько сильно, чем? Альтернативой. Вы знаете, всегда Божьему Слову есть альтернатива. Всегда. Бог говорит одно, что дьявол делает сразу же. Говорит свое, говорит сразу другое. Бог тебе говорит, не делай, и продлятся твои дни. Дьявол говорит, делай, ничего страшного. Проживешь все равно. Бог тебе говорит, тебе лучше вот так вот жить. Дьявол говорит, нет, живи как хочешь. И человек, знаете, у него нету своей воли. То есть у него есть своя воля, но у него нету своего, как сказать, плана выбора. Вот он так решил. Нет. То, что решает человек, он решает. Либо он примет от Бога, либо он примет от дьявола. Есть слово Бога, есть слово дьявола. Нету больше ничего. Нету больше ничего, дорогие друзья. Нету больше ничего. Сказал Бог, не ешьте от плодов этого дерева. Что сказал дьявол? Ешьте. Ева, либо одного слушай, либо другого. Адам, либо одного слушай, либо другого. Мы слушаем либо одного, либо другого. Нету у нас такое, что мы заткнули уши и говорим, мы не слушаем ни Бога, ни дьявола. Я живу, я независимый. Нет, друзья, такого. Поэтому мы так сегодня часто смотрим новости. Что же происходит? Что же там? Тебе нужно смотреть новости. Я уже повторял и говорил. Царство Божье. Что происходит на небесах? И от этого у тебя будет радость, у тебя будет праведность, мир, торжество и праздник. Аллилуйя! Ты будешь радоваться, ты будешь знать, что Господь готовит. А так, ты не знаешь, что Господь готовит, ты знаешь, что готовит правительство. Многих стран. И от этого ты не радуешься. Ты паникуешь. Итак, вере всегда будет брошена альтернатива. Всегда. И это допущено Богом. Чтобы проверить, пойдешь ли ты альтернативным путем, выберешь ли ты что-то другое, либо ты будешь слушаться Его Слово. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. 2 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир. Вера наша. Победа через веру. Побеждающая вера. Вера, которая побеждает. Вера, не которая сидит и плачет в луже слез. Как в одной истории, как это сказать, в мифе есть, что Линда, в эстонском поверье, есть такое, что Линда сидела и плакала, и наплакала у озера. И вроде бы все не верят, что правда, но это в учебниках есть. И это все учат сегодня, что Линда сидела и плакала. Ну что толку сидеть и плакать? Что? Слезами не поможешь в своей ситуации. Проплакался, встал и начал действовать, как говорит Слово. Иногда ты плачешь от безвыходности, но выход есть. Ты бы не плакал, если бы ты видел выход и поверил Богу. Ты бы не плакал, а радовался бы. И смотрите, интересный еще современный перевод я прочитаю. Потому что тот, кто рожден от Бога, побеждает мир. И эта победа одержана благодаря нашей вере. Иисус спрашивал у учеников, где вера ваша? Моя вот, а ваша где? Где? Ведь не Бог среди них был, а человек, Иисус Христос. Он делал то, что могли они делать тоже. А он это делал благодаря вере. Он свое божество оставил. И не пользовался им. Он пользовался возможностями, которые есть у человека. Поэтому он задал вопрос, где вера ваша? Сегодня звучит этот вопрос, сегодня в камеры, к вам, дорогие друзья. Где вера ваша? Это то, что хочет видеть Иисус. А для чего? Для того, чтобы взаимодействовать и отвечать вам на ваши молитвы. Вы молитесь, вы просите. Но если у вас нет веры, вы не получите. Поэтому Иисус задает вам вопрос, где ваша вера? Иисус задает, чтобы обрадовать вас, осчастливить вас, чтобы вы увидели большое чудо в вашей жизни, большой ответ. Верующий живет и побеждает только благодаря вере. Не своему IQ, не своим связям, а благодаря своей вере. Почему? Вопрос. Вера всегда выигрывает, а неверие всегда проигрывает. Почему? Потому что за верой стоит Бог, а за неверием стоит дьявол. Иисус говорит, дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить через неверие. А я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Вы забили. Это означает, что ты имеешь жизнь, и у тебя избыток. Чтобы ближнего еще осчастливить. Чтобы ему передать жизнь. Чтобы о нем позаботиться. Иисус никогда не смотрит только на тебя. Он принес жизнь и жизнь с избытком. Там и, как плюс. Плюс ко всему, что он тебя благословляет. Он благословляет твое окружение. И никогда он тебя одного не рассмотрит. Он благословит тебя. Он коснется тебя индивидуально. И сразу же он видит общество. Он видит твое окружение. Чтобы через тебя палилось через край на твое окружение. Это как в стакан налить. И он выливается на стол. Через края. И все. И стол весь залит. Бог хочет сегодня так наполнить тебя жизнью. Чтобы у тебя через край было. И многие это пережили и ощутили. Твою жизнь. Поэтому не прячься, дорогой друг. Я вам скажу. Так как мы люди. И у нас есть природа. Природа, которая ищет. Знаете, как рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. И у нас всегда наша природа ищет выгоду. И вы знаете что? Это неплохо. Выгоднее верить, чем не верить. Почему? Потому что у веры есть обещание. У нее есть выход всегда. Послушайте. Когда положили Лазаря во гроб. Вы что думаете? Он остался открытым? О, мы Иисусу еще последний шанс даем. Никто Иисусу шанс не давал. Запечатали гроб. Прошло 4 дня. И приходит Иисус и говорит. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, даже запечатанный гроб я вскрою. Это будет чудо. А что значит верить? Это означает просто согласиться со Словом Божьим. Согласиться. Вы представьте, мы занимаем позиции. Две влиятельные позиции. Либо веры, либо неверия. Либо побеждающая вера, либо проигрывающая неверия. Потому что неверие – это вера в негативное. Это вера в сатане. Задумайся. Хочешь ли ты иметь веру в сатане? Он тебе говорит. Негатив сообщает Он тебе. Иисус тебе никогда не говорит негатив. Он, наоборот, приходит в твой негатив, где ты уже дело сделал. И говорит, я могу поменять все. Лазарь воскреснет. Но тебе нужно поверить, довериться мне, согласиться со мной. И что? Помните, как в прошлый раз я говорил? Кто первый восстает против воли Божьей? Сам человек. И она говорит, да, 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 да. Я знаю, я знаю, я знаю. Это в последний день. А сейчас что? А он говорит, ты не поняла. Причем здесь в последний день. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня живет. И вы знаете что? Мы видим, что там вера выиграла. Потому что с Иисусом согласились. Что значит согласились? Они делали то, что он говорит им. Что значит поверить Богу? Откуда вера приходит? Вера приходит, когда Бог тебе сказал что-то. Теперь твоя задача принять это, переварить, съесть это и действовать на основании этого. Ведь что Иисус там делал? Он же сказал, приведите меня, где лежит умерший. Вера тебя поведет. Вера доверится Богу. А не веря скажет, а зачем туда ходить? Бесполезно. Нет. Он говорит, покажите место, где умер Лазарь. Да он знал, где умер Лазарь. Просто надо было человеческое согласие. Ему нужно твое согласие. С его словом. Но твой разум, он будет кричать и пищать. Он будет противостоять Богу. Потому что то, что Бог говорит, не сходится с твоей логикой. Оно никак не срастается. Да вода и масло. И поэтому мы видим, что там было согласие с Иисусом. Его привели. И многие иудеи говорят, пойдем посмотрим, пойдем посмотрим. Наверное, она плакать пошла на кладбище, на гроб, на могилу. Смотрите, дальше ЦУ. Ценные указания Иисус дает. Это все вера. Иисус ищет веру. Ищет. Приведите меня. Привели. Попротивоставали. Попрепятствовали Иисусу, но все-таки согласились с Ним. Раскопайте могилу. Его опять останавливают. Опять воле Божьей противостоят. И говорят, Господи, ты что, не знаешь, что ли? Ты что? Ты что? Ты или не знаешь? Не надо Иисусу ничего объяснять. Если Он создал человека, не надо Ему объяснять, что четыре дня смердит, человек сгнил, там гной и так далее. Они слушаются то, что Он говорит. Он говорит, раскопайте могилу, отвалите камень. И они отваливают. И вот тогда вера получает. Там, где человеку уже невозможно отозвать человека из вечности, говорит сам Бог. Лазарь, выйди вон! И он вышел. Это было чудо. Сразу много людей уверовало. Им не надо было ничего объяснять. Поймите, миру сегодня не надо говорить, наша вера самая правильная. Наша Библия всем книгам даст отпор. Нет, покажите им чудо. Покажите им, что ваш Бог живой. Все. Сделайте пари и заключите. Давайте посмотрим, чей Бог живой. Так и было всегда. Было в Новом Завете. Апостол Павел приходил на новые места. Какой там Иисус Христос? Ты что? У нас столько богов и богинь. Ты нам тут принес какое-то учение странное. Но когда они видели чудеса, когда они видели измененные жизни, они начинали верить и склоняться перед Богом. Итак, выгоднее верить. Если ты уже ищешь выгоду, то уж найди ее в вере. Послушай Слово Божье и просто поступи так. Вот твоя вера. Война происходит. Когда? Когда происходит поражение? Когда ты не сделал, как тебе сказали. Очень много сегодня верующих проиграли свои битвы. Они, конечно, надеются, что Бог их не оставил. Они надеются, что Бог еще все-таки на их стороне. Но они проиграли. У них нет пылкой веры. У них нету решения делать, как Бог говорит. Нету. Они приняли альтернативные пути. Я сейчас говорю и отвечаю на ваши вопросы. Я отвечаю сейчас на ваши вопросы. Господь отвечает на ваши вопросы. Вы принимаете альтернативу. Раньше у верующих альтернативы не было. Либо-либо. Все. Либо черное, либо белое. Либо ты веришь, тебе отрубают голову, и ты идешь на небеса. Либо ты не веришь, тебе на время дают жизнь, потом ты идешь, навсегда умираешь в погибель. Там не было другого. Сегодня люди, они находят альтернативу. Они становятся, в кавычках, тайными учениками. Знаете, у Иисуса были тайные ученики. Написано так в Библии. Они не хотели афишировать, что они с Иисусом. Не хотели, чтобы их где-то заметили. Почему Никодим ночью пришел? Почему? Он не хотел, чтобы его заметили с Иисусом. Но он его любил, он его принимал, он понимал, много обсуждений было в их кругах религиозных об Иисусе. И он сказал, мы знаем, что ты, мы знаем, что ты, учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бог. С тобой Бог, мы знаем, мы верим. И он задает вопрос, он хочет поговорить с этой личностью, вскрыть ее и понять, что это? Кто это? Тогда Иисус переходит на духовные темы, и там у Никодима мех потек, рванул. Он не смог понять, что говорит Иисус. Итак, побеждающая вера, она побеждает вызовы, которые приходят в твою жизнь. Бог тебя одного не оставил. За тебя он всю работу делать не будет. Он сделал главную работу, он умер за твои грехи и воскрес для твоего оправдания, но твою жизнь должен прожить ты, побеждая каждый день. Что побеждать надо? Альтернативы. Иногда люди не знают, им таблетки пить или верить слову. Они не знают. Да все ты знаешь. Ты выбрал пить таблетки и пей их. Это твой путь. Ты выбрал путь. Не надо ни у кого спрашивать совета. Нет. Тебя никто за это не осуждает. Ты просто это выбрал. И все. Никто тебя не осуждает. Я знаю, когда плохо, ты просто ломаешься. Ты не можешь, когда тебе плохо, или голова болит, или что-то еще. Ты ищешь выхода. Когда люди потеряли Бога, вы что? Это хуже, чем головная боль или зубная боль? Они теперь не знают вообще, как жить, как получать радость, как получать наслаждение. Они ничего не умеют, потому что в Едемском саду все было легко, все было в комфорте, все получалось. Там была радость. А теперь они оттуда вышли. Как жить? Не знают. И давай теперь идолов придумать. У побеждающей веры всегда есть радость. У неверия радости никогда не найдешь. Никогда у людей неверия ты не увидишь радости. Такую неподдельную радость. Они, конечно, умеют. Сегодня люди научились улыбаться, тренироваться перед зеркалом. Каким образом проигрывается вера? Каким? Бог что-то сказал человеку. Но что сделал человек? Проигнорировал. Человек не принял всерьез. Он не был той землей распахнутой, в которую упало это семя. Глубоко. Не был. У него почему-то был панцирь. У него почему-то была земля неглубокая. Он не захотел глубоко. Знаете, что значит глубоко? Это когда ты у разума услышал слово, а потом у тебя в сердце пришло, и ты в сердце получил откровение. Вот что такое земля была неглубокая. Иногда семя должно упасть на глубину 30 сантиметров. Расстояние. И тогда оно дает сходы. результат. Человек получает откровение, говорит, да, Господь, я не понимаю, как ты это сделаешь. Но ты сделаешь, я верю тебе. А потом тебе Господь говорит, ты должен теперь это делать. Иисус что сказал ученикам? Они пришли и говорят ему, ой, народ, столько много народа, в пустыне три дня, они ничего не кушали. Они Иисусу объясняют проблему, рассказывают. А Иисус не в курсе типа. И они говорят, отпусти их домой, чтоб покушали. А Иисус знаете, что им говорит? Вот этого они не ожидали. Вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Вера твоя должна кого-то кормить. Опять же, все возвращается к вере. И главное, что Иисус будет искать в нас, последнее, когда он придет за церковь, вера. Много побрякушек дьявол сейчас создает и люди бросаются на побрякушки. Не могут без них жить. А почему? Потому что он знает, что будет восхищение. Он хочет много верующих обольстить, завлечь побрякушками, ерундой, всем блестящим, всякой суетой поглотить, чтобы ты бросился на это, как на наживку. Он знает, что будет восхищение. Вы что думаете? Поэтому он сообщает своим людям, чтобы они делали хаос, создавали, чтобы как можно они это удержать не могут, но как можно больше церквей, чтобы были удержаны, чтобы как можно больше верующих кинулись в альтернативу. Бог говорит одно, так если бы только Бог говорил, мы бы все верили, так еще уши тут, знаете, у меня на ухо повис кто-то и так убедительно говорит, и знаете, уже не знаешь, кому верить, но слушай, ты не сейчас смотри, не сейчас что происходит, ты смотри в будущее, где ты окажешься в будущем, что с тобой произойдет, если ты поверишь этой личности? Если я Богу поверю, я знаю, что со мной произойдет, у меня будет вечность с Ним на небесах, а если я окажусь в неверии, в обиде на Бога, в сомнениях, где я окажусь? Я тоже где-то окажусь, но радости у меня не будет, будет боль, воли никто терпеть не хочет. Итак, верующие проигрывают свои битвы из-за того, что Бог им сказал, но они не поверили, Бог им сказал, Он сказал, как действовать, дал направление, но человек проигнорировал, либо испугался. Такое бывает, что человек пугается, и Дион тоже, он испугался, как это, давай всякие, знаете, методы Богу, эти, для подтверждения разные моменты делать, с шерстью там и так далее. Моисей испугался, да многие пугаются, знаешь, ты тоже, как человек, можешь испугаться. Важно, какое решение ты принял? Испугаться-то испугать, можно человека напугать, но решение ты какое принял? Важно, это не то, что ты душевно испугался, важно, ты согласился с Богом, или ты сказал, о не, это не для меня. Я вам приведу простой пример. Иисус умер, воскрес на третий день, и в течение сорока дней являлся ученикам и говорил им о Царстве и Божьем, и учил их, и потом он сказал ученикам, идите на гору Илеонскую, и оттуда, он их там встретил, и оттуда написано, прежде чем он вознесся на небесах в глазах, он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле, всякая власть мне дана. Мы иногда путаем, мы думаем, у тех власть, у тех власть, они над нами стоят, они контролируют нами. У Иисуса вся власть, и он сказал, дана мне всякая власть на небе, всякая власть, поверьте, и на земле, и так идите. И написано, что? Написано, одни поклонились в этот момент, а другие, тут же стоящие, видели и слышали все, что с ними произошло? Усомнились. Вот и все. Что еще надо для подтверждения? Они усомнились, то есть они не захотели согласиться с ним. Они сказали, уж нет, на этом мы не согласны. На твое духовное царство, нам надо физическое золото, и нам нужен физический трон, и нам нужен политический статус, чтобы нас никто не трогал. пастух. Понимаете? А Иисус говорит, нет, достаточно того, что я смотрю за вами, я пастух, я лучший пастух. Он говорит, идите, я посылаю вас, как овец среди волков. Если не задумываться, можете сказать аминь. А если задуматься, вообще-то пастух охраняет овец от волков, а здесь пастух наоборот, овцам говорит, идите к волкам. Что-то странное. Но, я вам скажу, если тебя пастух посылает, как овцу, к волку, значит, у него готов план, действий. Какой? Вот волк, оскалил зубы, и думает, я сейчас съем. И бросился, и летит на тебя. А-а-а-а, схватит, чтобы тебя. А пастух его палкой, бум. Пастух заступается за овец. А сегодня такие овцы крутые. И связи в политике, и там, и в бизнесе, и все схватили, и все взяли. Господь говорит, мне здесь делать нечего. Как мне за них заступаться? Они стали крутыми. А вообще-то, пастух защищает овец. Поэтому помни об этом. Давайте будем верить. Давайте согласимся с Богом. Что плохого вера приносит? Перечислите мне. Что плохого вера приносит? Вера приносит жизнь. Вера приносит победу. Вера приносит радость. Что приносит неверие? Страх. Оно приносит в твою жизнь разруху. Разрушение. Написано, дом рухнул. Когда на него наперла вода и ветер. Он рухнул. У него не было основания. У неверия никогда нету основания. И оно всегда будет проиграно. И ты решаешь. Ты будешь человеком веры и будешь побеждать. Либо ты будешь человеком неверия. Опять сомневаешься. А опять сомневаешься. Тебе доказывают каждый раз, что стоит верить. А ты опять сомневаешься. Прекрати это. Возьми себя в руки и скажи, я буду верить. Даже не понят. Послушай, верить, это не означает все понять до конца, до конца, до конца. Это не означает. Это означает, что ты согласишься со Словом Божьим. Вот как Иисус говорит, как Дух Святой тебя открыл. Ты согласен с этим? Все. Ты действуешь. Как оно все устроено в Духовном мире, я не знаю. Я знаю, что Бог мне сказал. И я стою и жду исполнения обетований. И я буду радоваться. И мое состояние комфорт, радость, мир. Если даже война, война, представьте, война. Я сижу, кушаю, спокойно, веду врагов моих. Может быть, такая духовная война вокруг тебя закручена. Бесы готовы там уже с луками, со стрелами, с базуками. Ты сидишь такой, кушаешь, Слово Божье. Ты наслаждаешься Духом Святым. Ты исполняешься. Тебе классно. А что, а вы здесь что собрались? Зачем метутся народы? И цари замышляют тщетное. Восстали на помазанника. Все зря. Помазанник посмеется над ними. Посмеется. И посрамит. Давайте помолимся.